Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня один из самых печальных и даже, я бы сказал, страшных дней нашего церковного календаря. Потому что это как бы проекция на конец жизни Христа, Голгофу, распятие. Сам Господь говорил, когда так поступили с Иоанном, Он сказал, и сына человеческого также возьмут и распнут. Вот. История, которую вы, конечно, знаете, кратко ее напомню. Ирод, который имел четвертую часть Палестины, был царем над ней, полюбил жену своего брата Филиппа, Иродиаду. Ну, так, по-человечески, на сегодняшнем нашем рассуждении, ну, что ж такого, ну, полюбили друг друга, ну, мало ли что жена брата. Вот там и как не складывалось, а тут все сложилось. Вот, они любили друг друга, как хорошо, что ж такого особенного. Но дело в том, что из-за этого там началась небольшая война, потому что она была дочерью ближайшего там царька одного, обиды взаимные. Погибло несколько сот людей из-за этой вражды. И для народа поступок царя – это как бы знак того, что и нам можно так поступать. Если царь берет чужую жену, а свою бросает, то почему же нам этого не сделать? Во всяком случае, с точки зрения сегодняшнего человека, вроде ничего особенного не совершилось. Но, конечно, это все событие говорит о том, насколько злобно бывает человеческое сердце. Особенно, когда вопрос касается личной жизни. Кто-то осуждает, кто-то говорит, что это неправильно, что надо следовать каким-то вот возвышенным идеалам. Как и говорит Иоанн Креститель, потому он был пророк, он понимал, что от этого может произойти всякое нестроение. Он понимал, что царь должен вестись ответственно. И поэтому обличал его, что нельзя тебе иметь жену Филиппа, брата своего. А жену свою прогнал, и вот отец этой вот его первой жены вышел, пошел в нее войной, погибло множество людей. А Иродиада злобилась, как сказано в Евангелии, на Иоанна Искава, случая, чтобы избавиться от него. И вот такой вот безобразно, циничный нашла предлог. Во время праздного дня рождения Ирода были гости многочисленные, военачальники, прочее, прочее. И вышла дочь Иродиады, плясала перед ними, какой-то там танец такой полуприличный или совсем неприличный. И угодил Ироду. Ну, и он, конечно, будучи пьяным, почему этот день так, как бы день воздержания от вина, обличения вообще, пьянства и так далее. Вот, дает клятву этой девице необдуманно, что дам тебе все, что попросишь, хоть до полцарства. Она побежала к матери, спросила, что просить. Там воспользовалась случаем и говорит, проси головы Иоанна Крестителя, чтобы уничтожить своего врага. Сказано, что царь опечалился, но из-за клятвы и возлежащих с ним не решился ей отказать. Постал рженосца, пошел в темницу, отсек голову и на блюде принес этот страшный подарок жене Ирода. Вот такая страшная, циничная, безобразная история о том, насколько люди противятся, злобно противятся воле Божией, заповеди Божией о любви к Богу и ближнему. И не случайно по риме, которая читается на этот день, вот я кратенько несколько слов из последних из них, из премудрости Соломона, где говорится о том, что когда-нибудь эти и те и другие в Царстве Небесном встретятся. И что будут говорить, как будут себя чувствовать эти люди, которые убили праведника? Ведь убили того, о ком Господь Иисус сказал, что изрожденный женами не вставал больше Иоанна Крестителя. И вот этого праведного, замечательного человека отрубили ему голову. Ведь раскаиваясь, имеется в виду вот эти вот злодеи, будут говорить сами в себе и от тесноты стянать и скажут, это тот, кто был у нас некогда в посмеянии и в поругании. Безумные! Мы сочли жизнь его сумасшествием, и кончина его бесчестна. Как же он причислен к Сынам Божьим, со святыми жребия его! И так мы сбили с пути истины, и свет правды не озарил нас, и солнце не взошло для нас. Мы присытились стезями беззакония и погибели, и ходили тропами непроходимыми, а пути Господня не познали. Вот какое страшное событие мы сегодня вспоминаем. И, конечно, важно и нам сделать вывод о том, что всякое вот, когда сердце наше одержимо злобой, и мы можем совершать какие-то страшные поступки, о которых потом будем жалеть. Конечно, и мы должны помнить о том, что всякое опирование и пьянство приводит к этим безрассудным решениям, когда человек не владеет собой, и завтра будет читаться послание Патриарха именно в связи с этим, что сколько уголовных дел, когда я был в комиссии по помилованию, приходилось читать, что именно в пьяном виде человек совершает злодеяние, которое он в обычной жизни никогда бы не сделал. Как страшно, потому что именно в этом состоянии человек становится открытым для бесовских сил, которые входят в его сердце и заставляют его совершать всякого рода преступления. И вообще состояние гнева, злобы – это те состояния, которые провоцируют нас дьявол, и он входит в наши сердца и начинает нами управлять. Мы становимся не рабами Божьими, а рабами дьявола. Вот давайте об этом с вами помнить, и в этот траурный день будем тоже приносить покаяние и раздражение, и в нашем гневе, и в злобе на кого-то, чтобы действительно нам не стать подобными вот этим людям, которые стали врагами Божьими. Аминь.